Меня зовут Гирик Шейтнер, мне 60 лет. Наверное, несколько лет игнорировал первые признаки недостаточности сердца. Конечно, трудно мне описать мои проблемы. Я их не заметил или, лучше сказать, я их, наверное, игнорировал. История, моя история болезни, можно сказать. Я работаю в Москве с 2018 года управляющим директором японской и немецкой машиностроительной компании. Семья живет в Германии. Конечно, трудно мне описать мои проблемы. Наверное, несколько лет игнорировал первые признаки недостаточности сердца. Надо принимать срочно, немедленно соответствующие меры противодействия и поддерживания. У меня было всегда хорошее самочувствие. Но в конце прошлого года, в ноябре, я проконсультировался с врачом. И кардиолог, с которым я говорил, отметил серьезные проблемы. Она у меня срочно и немедленно предлагала соответствующие меры. Она меня послала именно к специалисту. Крутно мне это описать. Я плохо спал, но это я связывался с работой, с стрессом. Что я заметил, что я один год не мог входить в фитнес-клуб, чтобы заниматься хотя бы один раз в неделю спортом. И таким образом ухудшилось мое самочувствие, состояние. У меня были проблемы с тиханием, пульс. Я заметил, что был повышен. Моя стрессовая болезнь, можно сказать. Очень рад познакомиться именно с коллективом профессора Адашева. Конечно, перед операцией я ничего не знал о личности, о компетентности, о знаменитости профессора Адашева. Только потом понял именно, каким образом, почему, с какой целью он выбрал такую терапию. Именно для решения моей личной проблемы. У него есть такой интересный физико-биологический подход к решению проблем аритмии. Меня очень впечатляли такие термины, как кардиофизика. Потому что такое сочетание разных научных направлений. Мне показалось, что это очень редко. Что врачи рассматривают и другие области науки, чтобы решить биологические проблемы. Этот анализ, этот диагноз, да, собрали, создали, разработали именно на основе нескольких этапов анализа. Прежде всего, большое спасибо, что вы с нами. Спасибо за доверие. Спасибо вам. У меня вопрос только по поводу первого этапа. Как впечатление? Оправдано все это было на ваш взгляд? Да, по-моему, да. Есть отчетление, да? Есть действительно очень такое хорошее ощущение, что ночью я сплю без перерыва 5-6 часов. И я, по-моему, я очень более спокойно воспринимаю все нагрузки. И это действительно улучшит качество жизни. Действительно. Смотрите, здесь еще слишком, я бы сказал, мало времени прошло. И вот по опыту и нашему, и не только нашему, выход на пик где-то в интервале 4-6 месяцев. Да. Это долгоиграющий продукт, вот эта штука. Но мы ставили задачу, чтобы все-таки была возможность минимизировать таблеточную терапию. Потому что таблетки, да, какие бы они замечательные не были, вы еще слишком молоды, чтобы пить полную дозу, скажем, препарата антиритмического 3-го класса, которым является цитониксал. В дозировке 240 мг в сутки. Это серьезная дозировка. Но меньшие дозировки просто, они некоторым образом не являются антиритмическими. Более эффективно контролировать ритм и иметь еще и перспективу отмены или хотя бы уменьшения доз вот этих препаратов, то тогда мы идем вот на то, о чем мы говорили. На радиочастотную абляцию. Сама процедура будет состоять из трех этапов. Первый этап – доступ. Мы войдем через область паха. Небольшие дырочки будут. Войдем под контролем эхо. Будет постоянно визуализация и доступа здесь, и доступа уже на уровне сердца. Это будет первым этапом. Вторым этапом мы будем строить реконструкцию левого предсердия. Удивной камеры, где заключены все механизмы, ответственные за возникновение ритмии. Система работает по принципу спутниковой навигации. Активная поисковая точка – это кончик катетера. Три системы координат – это магнитные поля, которые будут наклеены на ваше тело. И таким образом, обшаривая всю камеру, мы получим полную реконструкцию этого отдела на экране. При этом мы снимаем амплитудный сигнал. Мы имеем амплитуду, характеристику. И фактически мы можем косвенно, но с высокой вероятностью достоверности, судить, где у нас миокарм, а где у нас уже измененная ткань. Может быть, в связи с болезнью, в связи с возрастом. И когда мы получаем эту картинку целиком, то у нас появляется возможность, я бы сказал, индивидуального пошива. То есть индивидуализировать подход уже к лечебной фазе. И в общем, в мире все делают одно и то же. Называется это процедура частотная изоляция легочных вен. Но уверяю вас, все равно каждый раз каждый делает по-своему, потому что есть масса нюансов, которые нужно учесть. И по большому счету объем все-таки индивидуальный. И в этом случае, когда мы вот это все видим, что у нас, как это все выглядит, мы приступаем уже к лечебному этапу заключительному. Итак, это три этапа. Вместе они, даст Бог, займут, я думаю, что часа полтора, максимум два. Все будем рассказывать, все объяснять. В вену будет лекарство, чтобы не было не страшно и не было тревожно, чтобы было комфортно. Если нужно будет, скажите, мы добавим. Договорились? Вот примерно такой план действий. А все остальное потом. Спасибо вам большое, что вы откликнулись. До встречи, я вас жду. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Исходно 335 мл. Большой размер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok